Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Стоптанные туфельки». Итак, жил-был некогда король. Было у него двенадцать дочерей, одна другой красивей. Спали они все вместе в одной зале, и постели их стояли рядом. Вечером, когда они ложились спать, король закрывал дверь и запирал ее на засов. А утром, когда он ее открывал, то всегда замечал, что туфли у дочерей все от танцев стоптаны. И никак он не мог понять, отчего это происходит. И велел король кликнуть клич по всему королевству, что тот, кто дознается, где это они по ночам танцуют, может выбрать одну из них себе в жены, а после его смерти стать королем. Но кто объявится, а в течение трех дней и ночей о том не дознается, тому голова с плеч долой. Вот вызвался вскоре один королевич взяться за это отважное дело. Его хорошо приняли и вечером отвели в комнату, что находилось рядом с залой опочивальней. Ему приготовили постель, и он должен был наблюдать, куда королевны уходят и где танцуют. А чтоб ничего они не смогли сделать тайком или уйти куда-нибудь в другое место, то двери в залу были оставлены открытыми. Но вдруг веки у королевича налились точно свинцом, и он уснул. А когда наутро он проснулся, оказалось, что все двенадцать королевин ходили куда-то танцевать. Туфельки стояли в зале, но у всех на подошвах были потерты дыры. И на второй, и на третий вечер случилось то же самое. И вот отрубили королевичу без всякой жалости голову. Приходило потом еще много других, которые брались за это отважное дело, но всем им пришлось поплатиться жизнью. И вот случилось, что один бедный солдат, который был ранен и служить больше не мог, направился в тот самый город, где жил король. Повстречалась ему на пути старуха. Она спросила его, куда он идет. «Да я и сам точно не знаю», — ответил солдат. И в шутку добавил, «Есть у меня охота дознаться, где это и в самом деле королевны свои туфли во время танцев стаптывают. Вот, может, я и королем сделаюсь». «Да, это не так-то и трудно», — сказала старуха. «Ты не пей вина, что поднесут тебе вечером, и притворись, будто крепко спишь». Затем дала она ему небольшой плащ и сказала, «Если ты наденешь его, то станешь невидимкой, и сможешь тогда пробраться вслед за двенадцатью королевнами». Солдат, получив добрый совет, решил приняться за это дело. Набрался он смелости и к королю женихом объявился. Был он принят так же хорошо, как и другие, и на него тоже надели королевские одежды. Вечером, как пришло время спать ложиться, отвели его в комнату рядом с опочивальней. И когда он собирался ложиться спать, пришла старшая королевна и поднесла ему кубок вина. Но он привязал к подбородку губку, вино все и впиталось, и он и капли не выпил. Затем лег он в постель, полежал немного и начал храпеть, будто спит самым глубоким сном. Услыхали то двенадцать королевен, засмеялись, а старшая и говорит, «И этому бы тоже не мешало жизнь свою поберечь». Затем они встали, открыли шкафы, ларцы и шкатулки и достали роскошное платье, стали перед зеркалами наряжаться и прыгать на радостях, что вскоре смогут они опять танцевать. Но одна из них младшая и говорит, «Я не знаю, вы вот радуетесь, а у меня на душе как-то тяжело. Должно быть с нами случится какое-нибудь несчастье». «Эх ты, пуганая ворона», – сказала ей старшая, «всего ты вечно боишься. Разве ты забыла, сколько уж королевичей здесь понапрасну побывало? Солдату я даже и не стала бы сонного зелья подносить. Этот олух и так не проснется». Вот королевны были уже готовы и глянули на солдата, а он глаза закрыл, не двинется, не шелохнется. И подумали они, что теперь уже бояться им нечего. Подошла старшая к своей кровати и постучала в нее. И опустилась тотчас кровать в подземелье. И сошли они одна за другой вниз через подземный ход. А впереди всех шла старшая. Солдат, видя все это, долго не мешкал. Он набросил на себя свой плащ и спустился. Вниз вслед за младшей. Посреди лестницы он наступил ей слегка на платье. Она испугалась и крикнула. «Что это? Кто это схватил меня за платье?» «Да ты не выдумывай», — молвила старшая. «Это ты, видно, за крючок зацепилась». Вот сошли они все вниз и очутились в чудесной аллее. И были все листья на деревьях, серебряные. И они все сияли и сверкали. Солдат подумал, возьму-ка я что-нибудь в знак доказательства. И он отломил с дерева ветку. Вдруг послышался страшный треск. Младшая вскрикнула. «Тут что-то неладное. Вы слышали треск?» Но старшая сказала, «Это салютуют на радостях, Что мы скоро освободим от чар наших принцев». И они пошли затем по другой аллее, Где листья на деревьях были все золотые, И, наконец, по третьей, Где были листья все из чистых алмазов. И он отломил с обоих деревьев по ветке. И всякий раз дерево трещало, И младшая дрожала от страха. Но старшая настаивала на том, Что это салютует в знак радости. Пошли они дальше. И вот подошли, наконец, к большой реке. Стояло у берега двенадцать лодок. И в каждой лодке сидело по прекрасному принцу. И они ждали своих двенадцать королевин. И каждый посадил королевну к себе в лодку. Солдат же сел вместе с младшей. А принц и говорит, Отчего эта лодка вдруг стала сегодня тяжелее? Приходится мне грести изо всех сил. Это, пожалуй, молвила младшая, От жаркой погоды. И меня нынче что-то томит. И стоял на другом берегу Красивый, ярко освещенный замок. Доносилась оттуда веселая музыка, Трубы и литавры. Переплыли принцы через реку, Вошли в замок. И каждый из них Стал танцевать со своей милой. Солдат тоже танцевал Вместе с ними, Никем невидимый. И когда одна из королевин Держала кубок с вином, То он весь его выпивал до дна. Только она подносила его ко рту, И страшно было от того младшей, Но старшая все заставляла ее молчать. Так протанцевали они там До трех часов утра. И вот все туфельки Истоптались от танцев, И пришлось им оставить свои пляски. Перевезли принцы их опять через реку, А солдат на этот раз Сел на переднюю лодку К старшей. На берегу они попрощались Со своими принцами И пообещали им Прийти снова на следующую ночь. Когда они Сходили по лестнице, Солдат забежал вперед И лег в свою постель. И когда двенадцать королевин Медленно подымались, Утомленные, по лестнице, Он уже храпел, Да так громко, Что все слышали. И они сказали, Уж этого человека Опасаться нам нечего. Сняли они свои красивые платья, Спрятали их, Стоптанные во время танцев Туфельки поставили под кровать, А сами легли спать. На другое утро Солдат решил ничего не рассказывать, А еще раз поглядеть на это диво. И вот ходил он И вторую, и третью ночь С ними вместе. И все было так же, Как и в первый раз. Они плясали до тех пор, Пока туфельки не стаптывали. Но на третий раз Взял он с собой В доказательство кубок. Вот наступило время Ему отвечать. И взял он с собой И спрятал три ветки и кубок, И пошел к королю. А двенадцать королевин Стояли за дверью и слушали, Что он скажет. Когда король стал спрашивать, Ну, сказывай, Где мои двенадцать дочерей Ночью все свои туфельки В плясках истоптали? То солдат ответил, Вместе с двенадцатью принцами В подземном замке. И рассказал он королю Все как было И принес ему Знаки доказательства. Велел тогда король Позвать своих дочерей И спросил их, Правду ли говорит солдат, Видя, что все обнаружилось, И если отпираться, То все равно ничего не поможет. Они сознались во всем. Тогда король говорит, Какую же ты хочешь взять себе в жены? Он ответил, Я-то уж не молод, Так отдайте мне старшую. В тот же день и свадьбу сыграли, И было ему обещано После смерти короля И все государство. И принцы были снова заколдованы На столько дней, Сколько ночей проплясали они Вместе с двенадцатью королевнами. Вот и сказке конец. А кто слушал, Молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, Ставь лайк, Пиши комментарии, Жми на колокольчик. До встречи В новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok